Гандбол игра очень интересная и она все больше набирает популярность в нашем муниципалитете. В этом мы смогли убедиться, побывав на районных соревнованиях по гандболу в станице Анастасиевской. Гандболисты из городского и восьми сельских поселений района собрались в спортивном комплексе Алим имени Василия Жевтяка в станице Анастасиевской на соревнования среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства муниципалитета под девизом «Живым и павшим посвящается» в честь 80-летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом славянские спортсмены прибавляют в своем мастерстве. Судьи также стараются, чтобы судейство отвечало современным требованиям. Игроки одной из самых сильных команд физкультурно-спортивного клуба «Спорт и отдых» протокского сельского поселения были настроены на борьбу за лидерство. Они хорошо защищались, перехватывали инициативу, а также уверенно и быстро атаковали, запутывая соперников неожиданными передачами мяча. Гонболе нужно, главное, это физическая форма, также нужно мышление хорошее. И просто смотреть, взаимодействовать с разными игроками. У нас есть спортивная школа, в которой мы постоянно тренируемся, постоянно есть разные соревнования, ездим, готовимся к ним и постоянно занимаем призовые места. Анастасиевские гонболисты пока еще не считаются фаворитами соревнований, но желания побороться за победу и активности в атаке и защите у них очень много. Гонбол игра очень динамичная, требующая сыгранности и немалого мастерства. И эта игра приносит всем участникам состязаний только положительные эмоции. Их получили все, кто принял участие в соревнованиях, а победили гонболисты прибрежного сельского поселения. На втором месте команда протокского поселения, на третьем – славянские спортсмены. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok